Приветствую вас и отвечаю на вопрос. Думаю, что как минимум с человеком стоит поговорить. Как минимум стоит выяснить причины, по которым произошли те события, которые у вас случились. И нужно отдавать себе отсчет в том, что за три года у мужчины могли появиться другие отношения, могла появиться даже семья. И потому, прежде чем, собственно говоря, звонить, нужно спросить себя, а для чего вы хотите позвонить. Что вы хотите, грубо говоря, выяснить. Что вы хотите понять, получить и так далее. Ведь очень может быть, что мужчины уже вас не помнят. То есть, впервые надо определиться со своими целями, а потом нужно понять следующее. Что тот человек, которого вы хотели бы, наверное, услышать, увидеть, скорее всего, существует только в вашем сознании. В действительности же человек уже изменился, стал другим. У него появился другой быт, у него изменилась жизнь, изменилось поведение, появились другие ценности и так далее. И очень может быть, что тот, кого вы знали, сейчас покажется вам, ну, мягко говоря, не узнаваемым. К этому также нужно быть готовым, чтобы не оказаться застегнутым врасплох. И дальше необходимо понять, что если у человека есть отношения, то согласится он с вами навстречу только в том случае, если в этих отношениях у него проблемы. Если проблемы нет, у него в отношениях у него нет, он скажет нет, прости, я не хочу с тобой встречаться сейчас, ты поступил со мной плохо и так далее. Если он с вами встретится, при наличии у него отношений, то при, как мы уже сказали, присутствии проблем в отношениях, вы можете стать для него своего рода отдушиной. Но, когда проблемы уйдут в отношениях, то очень легко он может вас бросить, обравдывая тем, что вы, однажды, также его бросили. То есть тут нужно понимать, что человек, возможно, тайно желает вам отомстить, то есть озеркалить то, что вы ему сделали. И он может специально ради этого согласиться с вами навстречу, чтобы так вас также бросить. Все это нужно иметь в виду и понимать, что именно вот на такой вопрос человек, скорее всего, спросит, а зачем? Зачем? Зачем встречаться? О чем разговаривать? Собственно говоря. Вот о чем говорить? Время прошло, много. Воды утекло, тоже прилично. Вы изменились, мужчина изменились. О чем говорить? И потому, если вам хочется с человеком наладить контакт, то лучше всего будет, если вы поговорите с ним где-нибудь, ну, скажем, в соцсети или смс или по телефону. Просто поговорите, не предлагая сразу встречи, чтобы понять, как он вообще к вам относится, как он вообще воспринимает вас. Может быть, он настолько негативно вас видит, что не то, что на встречу даже поговорить не захочет. Тогда вы, получается, будете унижены, если с ним, если предложите встречу. Вот чтобы избежать таких казусов, необходимо не спешить, не торопиться и постепенно понимать, что диалог, по сути, будет устраиваться заново. То есть, мы определили, да, что человек у него другой и что, как бы, за время много чего изменились. Соответственно, вам нужно заново входить в психологический контакт, а для этого, ну и на время. Поэтому не всегда уместно будет сразу предлагать встречу. Здесь, может быть, все-таки спешить не стоит, а пока просто прощупать почву. И если почва благоприятная, то тогда уже, собственно говоря, встретится. Но, важно понимать, еще раз говорю, для чего вы все это делаете, то есть, что вам это даст. Поставляют себе цели. Потому что, если цели эти направлены на самого человека, то человек это оценит, поймет, что вы изменились и вам можно встретить положительно. Если же вы делаете это для себя, то тогда человек почувствует, что вновь его используете, проведет параллель с вашим определенным отношением и, скорее всего, не захочется иметь с вами никаких дел просто потому, чтобы вновь не подчувствовал себя использованным. Также, при общении, если таковое возникнет, не рекомендуется сразу обсуждать причины, по которым вы его бросили. Это может вызвать негативный результат, негативные реакции. Тут можно немножечко подождать, чуть-чуть поговорить, посмотреть, как человек настроен и лишь потом уже выбрать удобный момент и сказать, объяснить причину. Но объяснить нужно, потому что, пока вы этого не сделаете, между вами будет стоять достаточно серьезная пропасть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарна.